Всем привет! Вы видите, какой мирный у меня ара. Его все в этом доме бедного учимляют в птичьих правах. Малыш мой, тебя опять обижают. Скажи, то Томчик припрется, отбирает еду, кричит, ругается и требует переезд. То Кокосик припрется, но Кокосик вообще считает себя маленьким арой, что он будет много есть и вырастить таким, как Ливсик. Кокосик наглый. Но у Кокосика есть одно преимущество, он увернется. Я особо не боюсь, Ливсик у нас настолько мирный и компанейский, он только вот напугать может, махнуть своим наглым-наглым-наглым клювом. Да, в сторону вот этой наглой-наглой птички. Кто наглая птичка? Птичка-то наглая. Кокосик. Кокосик. Ливсик, скажи ему, что это наглость. Да, убежать мою маленькую птичечку. Так, не надо мне тут права качать. Качай Кокосику. Да, Кокосик? Нет, для меня это фантастика, что вот Ливсик у нас настолько мирный и добродушный. Да, добродушный. Терпеть тебя, Кокосик, надо иметь обалденно мирный характер. Даже у меня иногда терпение подходит, да, к концу. Я беру пульверизатор. Да, и обливаю наглую птичку. Что, Ливсик? Ливсик, зайка моя. Само терпение. Не птица, а просто кладезь терпения. Ты мой хороший, сладкий мальчик. Самый сладкий мальчик. Простите, я не хотела. Боже, как это мило. Что, птичка? Иди сюда. Иди, птичка, и тебя поглажь. Чмок-чмок. Так что, осталось выпустить Томочку. И будет полное птичье царство. Так, а если вам дать попалочки? Держи. Ага, ага, ага. Отбирай. Э-э-э-э-э. Ливсик, не надо отбирать. В общем, еду давать нельзя, когда две птицы вместе. Да. Потому что вот почему-то за всякие там поблажки, типа еды, палочек, игрушек, начинается дележ. А этого допускать нельзя. Это у меня когда-то была драка между Томочкой и Аркашей по поводу еды. Кто же мог подумать, что целый тазик еды может вызвать у птиц желание подраться. Все, поняла свою ошибку. Больше я ее допускать не буду. Да. Да, не буду. Не буду, зайчик. Или все так спокойно реагируют, когда его еду из кормушек едят, игрушки его тягают. Вот он спокоен в этом плане. А вот за какие-то привилегии? Нет. У нас тут стратегическая. Да, смена позиций. Смена позиций, смена позиций. Да, как бы у вас так, чтобы вы оба попадали в кадр. Кокосик, ты считаешь, что там игрушки лучше, да? Лучше. У Ливсика лучше все. Ливсик терпила. Терпила ты, Ливсик. Самая терпеливая птица, да. Кто бы мог подумать. Но это вот напоминает мне с Геральдом, с Ирландским волкодавом. Когда у тебя такой размер, ты уже просто не воюешь ни с кем за конкуренцию. Потому что ты прекрасно знаешь, что ты и так лидер. И ты впереди. Да. И ты впереди планеты всей. И всякая, скажем, мелочевка в виде такой мелкой мухи, как кокосик, меня не может... А кокосик наглый. Наглость, второе счастье птичьи. В общем, вот так. Вот так мы отдыхаем. Но, конечно, одних я их не оставлю. Потому что... Мало ли. Вдруг чего поругаются. Хоть скажи, я и мирный, и терпеливый. Но кокосик умеет достать, да? Малыш. Мой сладкий. Да, мой сладкий. Нет. Давай без заигрываний. Я тебя почешу на камеру. Красавец мой. Самая сладкая птичка. Так урлышит. Ты мой хороший. Кокосик. А, кокосик? Ты идешь ко мне? Ты мой сладкий. Сладкий мой. Мальчик. Тебе так Ара нравится. Ты считаешь себя маленьким Арой. Что? Ты тоже думаешь, когда ты там сидишь, ты тоже такой огромный. Да нифига. Куда ты собралась? Куда ты собираешься? Красота. Просто прелесть. И главное, как удивительно видно разницу в размере. Да, разница в размере колоссальная. Так, 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 так. Спокойно. Причем, мне кажется, что пора гонять кокосика. Левсик, спокойно. Нельзя. Он маленький. И глупенький. И наглый. Птичка, ты наглая. Ты в курсе? Ты наглее Ары? Я никогда не думала, что такая маленькая птичка может быть такой наглой. Ума нет, но наглости на всех троих. Да. Сейчас пойду вытеснять Ару. Левсик, как я люблю тебя. Ты мой сладкий, а ты мой наглый. Да, да, да. Сейчас мы еще покакаем правильно. У Лисика. И все к тебе вообще везет. То на тебя он покакает, то твою клетку все занимают, то игрушки забирают, то еду твою съедают. В кого ты такой терпеливый? Я даже не знаю. Что там? Даже мел вкуснее? Да, да, да. У конкурентов даже мел вкуснее. И игрушки класснее, да, да. Ты со своими в клетки не играешь. Приходится тебе их вне клетки вешать. А вот с чужими, да. Тебе же не жалко? Не жалко же, правда? Ты мой хороший. Да, да, да. Заберешь все. И мел-зумел полезно ешь. А ты не жадничай. У тебя много. Не жадничай. Жлыбьем. Не жадничай, Лисик. Он маленький. Он нагленький. Да. Объедает моего малыша. Если Алиса вот эту совместную прогулку будет видеть, будет очень сильно переживать за кокосик. Алиса у нас такой ребенок-переживатель. И тебе не страшно, кокосик, рядом с такой большой птицей, как Лисик? Нет, скажи. Осторожность, это не мой конек, да. Наглость важнее. Ну, в общем, так вот мы гуляем. На совместном выгуле. Да, без Томочки. Прости, Томочка. Но тебя мне... Только тебя мне сейчас не хватает. Хотя я вполне довольна. Хотя хотелось бы заснять с коробкой с веточками. Подписывайтесь на наш веселый канал. Ставьте нам лайки. Спасибо вам за просмотры. Пока. Пока.